Mira mi bebe Mira mi bebe Ребята, как вы знаете, новая песня Ольга Бузовой только что вышла, и они поют на испанском. Я, конечно, очень рад, что в последнее время русские очень любят испанский язык, и они стараются включать музыку, потому что, мне кажется, для русских испанский язык очень мелодичный звучит, но, тем не менее, иногда бывают какие-то ошибки. Но, как вы знаете, я ваш любимый препод по испанскому языку, и я не могу оставаться равнодушным, когда я услышу такие очень сильные ошибки произношения. Как песня даже носивается, я вижу, как носитель испанского языка, ошибки, страшные ошибки, я могу сказать. Может быть, они так специально сделали, чтобы была какая-то игра слов. Я не вижу никакой игры с этими словами. Может, вы видите, поэтому пишите. Слово «мира» на испанском языке значит «смотри», повелительная форма «смотреть», «ты смотри», да? А на русском «мира» – это, ну, как мир, да, как мир и война. Вот. Поэтому могло быть, что не поэтому они сделали раздельно, но «не», тогда он просто влетает. И ещё они поют «бэбэ». Здесь у меня есть вопрос, что они хотели сказать «бэбэ». Потому что «бэбэ» на испанском языке – это будет повелительная форма «пить», как «пей». или «бэбэ», как «малыш», как «детка». Мне кажется, они на самом деле хотели, как «смотри», «эй, детка, смотри на меня», или «малыш, смотри на меня». Тогда это должно быть «бэбэ», ударение в конце. Потому что если они хотели сказать «смотри на меня», хотя это «мэ», непонятно, почему «мэ». «бэбэ», тогда «смотри на меня и пей», это должно быть «мирамэ» и «бэбэ». Тогда это уже более или менее. Но как-то я просто, правда, хочу вам помочь, ребята, найти смысл эту песню. Хотя, мне кажется, может, не смысл на этого делать. Ну, и, допустим, так они всё-таки хотели сказать. Есть очень важный момент и страшная ошибка, что когда у нас есть повелительная форма плюс «обхетодиректо» или «комплементодиректо», то есть «меня», мы всегда пишем слитно. То есть «мирамэ» должно быть одно слово, не «мира», «пробьёл», «мэ». Это ошибка, потому что «мирамэ» одно слово. И понятно, что на буква «и» должно быть ударение, графическое ударение. Я понимаю, скорее всего это пишут русскими клавиатурами, которые ударение это просто усложняет процесс в поисках. Поэтому, окей, я это прощаю. Ну, если вы уже учите испанский, вы знаете, почему важно поставить ударение, потому что на испанском должно быть на предпоследний слог. А мы должны хранить звук «ми», на «и» мы должны хранить это ударение, а мы добавляем «мэ», «ми», «ра», «мэ». То есть мы на предпоследнее двинем на третье с конца, поэтому уже нам необходимо поставить ударение. И помните, когда у нас есть повелительная форма «обхетодиректо», примерно «дательный падеж», «обхетодиректо», «винительный падеж», это должно быть слитно. Например, «скажи ему это», «дисело», «ди», «скажи ему», «це», «ло», «это», «дисело». И всем, ребята, которые здесь впервые в моем канале, я Кике, я из Мексики, я уже почти десять лет в России, я преподаю испанский и еще. И в моем канале вы можете увидеть, как мне живется в России. Если вы еще не подписывались, пожалуйста, сделайте сейчас. Если случайно Ольга Вызова смотрит это видео, я вам, конечно, желаю больших успехов с песней. Я, правда, весумно рад, что вы постараетесь включить испанский, что, правда, когда я услышу, что песня включает какие-то фраз или припев на испанском, это правда. Это как вы нас обнимаете, что вы принимаете нашу культуру, и это весумно приятно. И я буду очень рад вам помочь на будущем проекте. Пожалуйста, пишите, здесь все мои контакты, чтобы был такой шикарный испанский язык. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok